Жители многоквартирного дома по улице Воинская в столице жалуются на неприемлемые условия проживания в жилом объекте. Не первый год жалобы на обслуживание дома отлетают от адресата к адресату, не находя должного решения. Тем временем состояние объекта ухудшается и давно требует капитального ремонта, а люди сетуют на накопившиеся неудобства. Репортаж Ивана Подойницына. Дом на воде. И мы говорим сейчас отнюдь не о туристической достопримечательности, а скорее о остросоциальных реалиях, да еще и с запашком бездействия ряда должностных лиц. Озеро Источных вод под домом это только одна из целого ряда прогрессирующих годами проблем по данному адресу. Кипа бумаг в моей руке это почти пять лет пустого писания писем в ряды инстанций, начиная от Министерства обороны Российской Федерации, на балансе которого стоит дом, и кончая окружной администрацией города. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Надлежащим образом убирать мусор со двора и разобраться с канализацией жильцы домов 9 и 10 в военной части 77-981 просили еще с 2012 года. Изначально управляющая компания «Славянка», находящаяся в Чите, обещала урегулировать все проблемные вопросы своей компетенции. Мы сколько писали товарищу Гвоздевскому в Читу, писали в Министерство обороны, везде сплошные отписки, писали в прокуратуру, все везде разберемся, разберемся, но толку сами видите нету по дому. После «Славянки» приехал начальник автодорожного округа, который нам предоставил компанию, приехал директор, жилищный стандарт, все будем делать, все будем делать, все будем делать, но вы за все платите, и тогда мы будем делать. Поэтому вы за все платите. Хотите воду, чтобы вам поменяли, горячее поставили? 800 тысяч. Аварийная ситуация таким темпом только обросла новыми обстоятельствами. По-прежнему не отремонтирована кровля, чердачные помещения, межпанельные стыки нуждаются в утеплении, источные воды и септика в весеннее время разливаются по рельефу местности. Также необходимо сделать косметический ремонт подъезда. Мы просто тут еще почистили, вот там вот плесень была на верху. Он мокрый, вижу, все. Вот так вот, если визуально потрогать. А вон лед, видите? О, смотрите, лед будет. Причины повсеместного отказа в помощи многообразны. Во-первых, земля, на которой стоит дом, принадлежит федеральному министерству и не переведена к городу Якутску. Во-вторых, выбор способа управления многоквартирным домом официально не утвержден. В качестве альтернативы собственникам предлагают создать товарищество и самостоятельно разобраться со своими проблемами и плохим наследием бывших управителей. При этом официально назорные органы не определили ответственных за бездействие. Ну а камни тут могут лететь как в иногородних былых кураторов, так и в жильцов дома. Сами собственники в полной мере те права, обязанности, которые предусмотрены законодательством, жилищным законодательством, они не реализовали. Дом с этими проблемами, которые копились годами, требует более-большего финансирования, больше усилий, работ по текущим потяжам тоже дисциплина у граждан хромает. Закон един для всех. Если гражданин ревотизировал квартиру в многоквартирном доме, то соответственно у нас субъекта права собственности уже как минимум двое становится. Поэтому надежда по стояльцам многострадального дома сейчас осталась одна. Это последняя недавно взявшаяся за них управляющая компания. В первую очередь мы что можем данному дому сделать? То есть мы установили всю входную группу, там даже были моменты, что двери были просто сломаны и стояли рядом. Мы ведем работу свою следующим образом. То есть мы планируем мероприятия, если собственники его утверждают, мы даже в принципе готовы вложиться и сделать в эти работы. Ну чтобы в дальнейшем потом безаварийно обслуживать данный дом. Самое главное, чтобы население, ну то есть собственники и наниматели жилых помещений своевременно и добросовестно оплачивали свои лично-коммунальные услуги. Иван Подойницин, Евгений Лизанский, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.